вот таким образом выращиваем специально для пернатых питомцев одуванчики одуванчик тут я бы сказал прям жирует сейчас день через день дожди идут все классно растет друзья всем привет сегодняшнее видео будет у нас они разлучниках у меня есть хорошие новости сейчас я вам все потихонечку покажу тут весна подходит вот немножко берез посадил видите вот только сегодня сейчас вода ушла будут здесь березы расти там тоже на заднем плане тоже берез насажал сейчас подрастут будем обрезать осенью весной и веточки попугаем кстати очень хорошо березовые ветки ветки липы ну и в дальнейшем планирую получать таких берез чуть потолще станет на следующий год будем пробовать добывать березовый сок сами будем пить ну и птицам будем предлагать березовый сок тоже очень полезно за эти деревья хочу поблагодарить хорошего человека сергей владимирович если смотрите видео большое спасибо за березы за липы так пойдем с попугайчиком видите все цветет даже не я бы сказал не все цветет но большинство начинает расцветать сейчас кстати возьмем вот там на заднем плане лыча растет пойдем пару веток и покормим попугаев в конце вот кстати спилил недавно черешню ну уже она наверное недели три тут лежит я потихоньку режу жердочки ставлю и смотрите она спилена и расцвела то есть я когда пилил почки были закрыты абсолютно и вот такие вот такие вот почки были а вот сейчас видите цветет то есть срежу отдам попугаем тоже эти цветочки полезные будут вот так вот лыча цветет опять кстати пасмурно у нас завтра будет выставка в кропотки не ночью поеду отсниму потом вам пришлю видео посмотрите что там да как главное чтобы дождя не было то мокнуть не охота особо и так я взял вот небольших несколько веток с листвой с витками также березы сейчас вам покажу поподробнее здесь вот еще две березы посадил колеса кстати я фундамент не закопал решил так их утилизировать березы посадил обрезал как меня учили ну чтобы лучше принялась вот основной оставил где-то примерно метр восемьдесят и боковые поросли все обрезал попугаем отдал сейчас вам покажу как все это естся вот видите тут немножко березы взял сейчас пойдем посмотрим как это все будет употребляться да еще хотел вот похвалиться или пожаловаться сперва думал у меня боярышник пропал хотел уже его выкорчевывать думаю на место этого боярышника липу или иву посадить а сейчас вот присмотрелся уже когда реально с лопатой пришел выкапывать присмотрелся почки начинают у него просыпаться то есть я боярышник тоже насадил чтобы это было это будет и красиво в саду и питание для попугаев вот видите еще осталось посадить сегодня думаю сейчас сниму поделюсь с вами опытом информации новостями поделюсь и снова продолжим посадку деревьев пока деньги стоят такие удачные надо садить затем все это будет идти на корм птицам это ива ива и липа у меня липы есть но еще посажу будет красиво вот получается у меня такой небольшой букет состоящий это у нас значит береза видите как молодые листочки только-только распускаются вот береза у нас будет сейчас затем вот это молодые листочки липа кстати канарейки тоже очень с удовольствием кушают вот эти вот листочки они мягкие по поводу мыть можете просто холодной водой помыть больше ничем и вот эти цветы лычи сейчас все это дело будем предлагать пенантом и потом покажу по поводу неразвучников несколько там новостей так по поводу неразвучников знаете вот тут у меня отдельно сидит две пары неразвучников вот сейчас слева это масковая у нее самец фишер самец фишер самка масками вот в этом домике она снесла яички сейчас я вам покажу я контролировал яйца оплодотворенные четыре яйца а вот здесь в соседнем домике самка масковая синяя она сейчас на яйцах сидит у которой первое яйцо не могло пройти что застряло но чуть не погибло я ее спасал она три яйца снесла но я их не просвечивал потому что там очень неудобно крышка не подлезешь а здесь сейчас покажу тут сделано таким образом открывается и здесь мы сейчас нужно что не понаблюдать пока она вылезла вот они видите как особого углубления она не делала в гнезде просто умельчила эту иву и все снесла 4 яйца яйца 4 оплодотворенные ждем пока вы когда вылупится птенцы так а здесь еще вот у меня такая компания неразвучников которые в том году в принципе нормально потихонечку начинали давать птенчиков сейчас им уже второй год и может давно пора гнездовики и ставить гнездовья пока они сидят у меня тут во временном содержании я им сейчас готовлю новый вольер сейчас я с вами поделюсь информацией по поводу нового вольера пойдемте покажу будут там вот такие вот красавцы сидеть сегодня пасмурно и немножко приходится дополнительно подсвечивать а теней птица боится поэтому надо снимать все аккуратненько в общем такие вот у меня еще есть красавчики это неразвучники розово щеки как бы они не зеленые и не желтые а такие пестрые второй год им да второй год а вот сидит просто розово щеки неразвучник видите да справа а слева от нас я бы назвал их пестрые ну это в общем мутация банановых желтых розово щеки и зеленых розово щеки получается такие вот пестряки которые в принципе мне допустим очень нравятся такие красивые и потомство дают они все нормально сейчас покажу вам их новый вольерчик где делаю сейчас тут у меня как а реки еще сидят обрадовались видит на сетку прилетели думает я им что-то вкусное принес обычно я им приношу так и прищепкой вешаю значит смотрите здесь такой небольшой вольер есть тут в плане освещения здесь одно окно прямых солнечных лучей нету но попробую вот здесь значит такое надо сейчас все будет помоем почистим побелим вот видите здесь жердочки стоят и здесь вот планирую сделать неразвучником и надо подбить вот видите потолок гипсокартоновый гипсокартоновый вот сидели тут неразвучники раньше может быть месяцев пять назад и обратите внимание прогрызли гипсокартон потом прогрызли там фанера какая-то или что-то было туда прогрызли и вон до до балки там утеплитель был все это высыпалась я вчера тут под металл чистил ну готовлю вольер то есть вот так могут делать неразвучники в принципе там там уже выход на чердак не знаю тут у них сидела много я не знаю сколько может кто-то улетел может не улетел ну вот это вот опасно иметь так вот сейчас планирую вот таким образом сантиметров 20 окантовать фанерой железом ну чем-то здесь в принципе видите нет тут нормально а вот где садятся вот допустим решетка вентиляционная и вот они грызли где могут достать вот надо все это учитывать и пробивать или фанерой такой которую они не берут допустим просто фанера четверка они или там фанера до четверка тройка тонковатая это обязательно потому что вот гипсокартон в две секунды расщелкивают но это произошло не за один день но тем не менее имейте ввиду то есть сейчас буду делать тут новую стайку запускать и учту эти нюансы чтобы они у меня не улетали ну такого дела тут сейчас это все очистится здесь думаю просто известью побелю это сделано из шкафы для одежды шкафы вот просто нормально здесь обыкновенная бетонная стена поштукатурена пол пол деревянный вот это надо будет все удалить это вот остатки ведь она как бы уже почистилась но она как сказать покрасилась и как бы это все дело не отмывается но я думаю звездкой пол не буду берить потому что она потом эта звездка тут везде ей птица надышится как бы неудобно вот тут немножко видите погрызли у пола погрызли штукатурку штукатурка хотя и ракушка и кальций все было но грызут все равно в общем в таком вольере будут у меня скоро держать держаться разводиться здесь кстати вот кормушка сделана тоже из шкафа ну в шкафу такие вот были не знаю в советское время чтоб там пуговицы складывать или что-то очень удобно сделал два крючка два крючка вешаю и буду насыпать сюда минералку это будет ракушка глина уголь тому все такое под прочее как минералка это дело закрывается здесь обыкновенный гвоздь все закрыл а через нижний отсек тут 20 к такой двери мне будет удобно их кормить то есть я снизу открыл птица вверх улетела здесь покормил и вперед все потом закрыл в общем друзья продолжение следует будем ждать нового проекта с неразвучниками по поводу условий повторюсь еще солнечных лучей здесь мало тут вот пасмурно это повключал прожектора чтобы видел тени это потому что ну темновато здесь попробую в таких условиях помещения довольно таки холодная жду пока немножко начнет теплеть пока тут содержатся как арики по соседству тут у меня есть и красный как арики вот сейчас перед нами желтолобой как арики попробую сейчас ближе сделать любопытные они такие интересные улетел а вот еще один это новозеландский земляной попугай который в принципе бегает преимущественно бегает чем летает там их много сидит так почему я выбрал это место потому что здесь сейчас холодно а летом здесь будет жарко тут будет сыра ну я надеюсь что чем-то это заменит климат допустим как в африке неразвучники они же плодятся в сырых местах чтобы влажность была там у берегов рек так что посмотрим кстати я сейчас пришел посмотреть вот видите самец подлетел прилетел и будет кушать ну эту листву и вот обратите внимание он выбирает цветочки лычи то есть я заметил что птица изначально сразу выбирает цветки это могут быть цветки лычи яблони ну допустим сейчас перед нами именно лыча так что имейте ввиду все это полезно и надо давать но если не каждый день хотя бы через день в общем по возможности балуйте своих питомцев еще раз посмотрим на этих неразвучников готовится им новый вольер они наверно даже не догадываются так что такие вот у меня новости все до скорой встречи подписываемся на канал продолжение следует так что Продолжение следует...